В Арсаконе прошел открытый турнир по вольной борьбе в честь заслуженного тренера Карачаева-Черкесии Мухаммеда Дышекова. Таким образом, жители аула и бывшие ученики выразили свое уважение почтенному наставнику за достойный вклад в развитие спорта и воспитание подрастающего поколения. Фатима Даурова продолжит тему. Под знаменитый гимн борцов вольного стиля начался турнир в честь прославленного тренера Мухаммеда Дышекова. 50 спортсменов из Карачаева-Черкесии на ковре мерились своими силами в 10 весовых категориях. Вольная борьба – это не только спортивная дисциплина, но и искусство, которое требует от участников мастерства, физической силы и стратегического мышления. Наравне с борцами и даже больше накал эмоций переживают и их наставники. Тренер – это эталон, который стремится превзойти каждый спортсмен. И именно тренеры доказывают, что ничего невозможного в спортивном мире не существует. Ведь главное – это труд и сила воли, над совершенствованием которых они работают каждый день. Этому всю жизнь и учил своих подопечных Мухаммеда Раджибовича Дышекова. За особый вклад в развитие спорта в декабре прошлого года указом главы республики Рашида Тимрезова он был удостоен звания заслуженный тренер Карачаева-Черкесии. Благодаря ему сотни детей Саула с гордостью приносили домой первые медали, а его подход к делу формировал у будущих победителей любовь к спорту. За столько времени, столько поколений через его и мусына Радбиева руки прошло. Не одно поколение жителей нашего аула доходило до того, что на нашей памяти дети, которые вот такими пацанами начинали у них, выросли и за руку привели к ним своих же детей. А сейчас я уже смотрю, некоторые и внуков водят. Это огромный вклад в развитие действительно ни одного поколения мужчин нашего аула, за что мы ему очень сильно благодарны. Мухаммед Дышеков – тренер с профессионально-педагогической установкой. В работе с юными спортсменами фокусировал их внимание не только на лично престижных преимуществах, но и нацеливал воспитанников на преодоление трудностей и самосовершенствования. Как сильная личность он притягивал к себе молодое поколение и внушал непоколебимое уважение. Более 40 лет Мухаммед Ираджимович занимался воспитанием и вольной борьбе. Помимо этого всего для него приоритетом является прежде всего это воспитание подрастающего поколения. Спортсмены возникают, вырастая из тренера, как ветви из ствола. Эти всем известные стихотворные строки Роберта Рождественского несомненно дороги каждому наставнику. Примером этому – вся профессиональная деятельность Мухаммеда Дышекова, в которой сошлись его главные роли как педагога, психолога и воспитателя. Фатима Даурова, Мухаммед Дашибока, Вести, Карачаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова